Технические элементы, которые мы сейчас разберем с вами и покажем, относятся уже к другому направлению боя, к стеночному бою. Это традиции состязательной культуры русской стенки. Они немножко отличаются от свели, но славянно-городская борьба, как вы знаете, соединяет самые разноплановые традиции отечественной состязательной культуры в единую турнирную систему боя. И в данном случае противоречия между свелей и элементами стеночного боя не существует. Мы часто используем одно в комплексе с другим, составляя таким образом особый сплав, который, собственно, называется славянно-городской борьбой. Итак, элементы стеночного боя, элементы защиты в технике стеночного боя. Запах. Один из самых популярных традиционных элементов запах. Запах учили очень просто. В деревнях русских, когда выстроилась стенка на праздниках, перед стенкой молодым бойцам говорили так, что защищать голову, просто взяв за край, за отворот тулупа себя, когда идет удар в голову, достаточно поднять отворот, спрятаться отворотом тулупа. Вот, в принципе, уже элемент защиты и есть. То же самое касается такого элемента, как створ, закрыть створ, закрыть ставень, закрыть створ. Двойной отворот, идет удар, соединение отворота, пружинищее тело, тело убирается назад, голова стабильно, руки балансируют, держат впереди удар. Надо сказать, что вот эта техническая база отразилась в традиционном кулачном бое, то есть в античном кулачном бое, который в дальнейшем вошел в европейскую систему, состязательную кулачную бою, германскую систему, связанную с именем Ганса Вурма и Фабиана Аюрсвальда, а также и с именем английского кулачного бойца Джеймса Фига, который в дальнейшем дал толчок созданию английского бокса. И так или иначе, вот эти элементы отразились в современном боксе, пройдя через века буквально. И надо сказать, что, соответственно, мы просматриваем в современном боксе элементы антики, античной традиции кулачного боя, которая очень тесно переплетена вместе с тем и с русской традицией кулачного боя. Трудно представить себе, чтобы некий эллин или римлянин закрывал голову с помощью тулупа, захватив там, скажем, отворот тулупа. Естественно, что здесь уже идет имитация совершенно другая. Поэтому данный элемент славянно-городской борьбы имеет двоякое название. Запах – это его русская традиция, и греко-римская защита – это второе название традиционное, название этого элемента. Греко-римская защита строит совершенно иную систему подражания. В данном случае идет движение защиты щитом. Поднятие щита, предплечье и плечо сжимаются вместе, поднимается плечо, вниз опускается локоть, прижимается к ребрам. И идет движение защиты щитом, прикрывание себя от удара. Удар пропускается в скольжение, берется на щит, и развивается атака ваша дальше. То есть вот эта традиция уже чисто античная. Движение щита, щита как способ защиты живота, корпусы головы, движение, прикрывание корпуса головы с помощью щита. В русской традиции, как я уже сказал, это называется запахом. Элементы, которые мы будем здесь сейчас делать, и которые я буду комментировать в дальнейшем, достаточно разнообразные. Все они относятся, как я уже говорил, к системе боя, русского стеночного боя. Соответственно, и построены по особенностям этого боя. В русском стеночном бою всегда существовала большая, объемная рукавица на руках у бойца. И удержание удара с помощью рукавицы, предупреждение удара, атака действия, еще не начатого действия противника, а действия, которое только затевается, создается. То есть удар, находящийся в первой фазе, называется мерцанием. Вот мы называем это мерцающий удар, то есть удар придерживания противника. Следующий элемент, который мы будем показывать, называется петушок. Петушок – элемент, связанный частично с греко-римской защитой, с запахом и с мерцанием. То есть одновременно соединяемые элементы. Сжатая рукавица, которая удерживает удар, и рукавица, вернее, зажатая в греко-римской защите. Это движение петушка. И, наконец, движение, взятое из украинской системы боя, спас. Элемент называется голубец – соединенные рукавицы. Собранные рукавицы, соединенные рукавицы. В данном случае выполняют то же самое движение, мерцающее движение, движение, удерживающее удар в начальной фазе и перетекание на атаку. Итак, все эти элементы мы сейчас покажем. Греко-римская защита живота. Целесообразие выполняет резюбничного устава, то есть из положения согнутых рук. Согнутые руки здесь, в данном случае, уже имитируют движение греко-римской защиты. Справа и слева. То есть не во фронтальной позиции, а в боковых позициях у нас выставлены греко-римские защиты. Смещение идет вперед, тело находится в пружинящем положении, локоть опущен, плечо поднято, предплечье плечо сжато. Удар берется в греко-римскую защиту. Обработка удара очень простая для дальнейшей атаки. Идет развитие локтя, сбивание предплечьем вниз, развитие локтя и контратака вперед. Принимается удар в греко-римскую защиту. Быстро очень за счет движения локтя и плеча развивается контратака. Греко-римская защита живота. Греко-римская защита головы. Обратите внимание на то, что в греко-римской защите головы плечо всегда поднимается вверх. Плечо не должно быть опущено. Плечом закрывается шея, плечом закрывается челюсть, щека. Локоть опущен, плечо поднято вверх. Кулак находится на уровне лица. Удар ведет скольжение по щиту, по греко-римской защите. Створы. Створы, элемент защиты при атаке в корпус. Как проникающий сильный удар в корпус, так и поверхностный удар в дистанции. Тоже достаточно быстро развивается атака. Из створов достаточно быстро развивается атака. Контратака идет створы. Тело пружинит. Живот убран. Теофрагма сжата. Поджата голова прямая. Прямо стоит голова поставлена. И угол зрения не меняется. Плоскость выстрелена постоянно. Очень важный элемент, который мы уже сейчас показываем. Игры сейчас работают в мерцании. Элемент называется мерцание. Мерцание это атака наносимого удара в первой его фазе. То есть тогда, когда удар только начинает развиваться. Движение выходит вперед. Попытка взять удар, зацепить удар. И контратаки очень быстро отступают. Контратака той же рукой. Или контратак с переходом. Со сменой рук в движение. Вот этот элемент называется мерцание. То есть попытка удержать противника. Вот когда перед русской дракой хватает его за грузки. Это не что иное. Есть как удержание от действия. Это вроде бы и не толкание еще. Не четко выраженное толкание. И еще не бой. А попытка удержать противника от его какого-то технического действия. Чтобы он вас не ударил. То есть удержать руки внизу, лодки опущены. Держать плечи, чтобы плечи не раздевались к удару. Это и есть вялая форма мерцания. Более боевая форма мерцания, конечно, бросается уже на утро. Более боевая форма мерцания бросается на утро. Обрабатывает удар. Мерцание существует различные. Тут уже делайте. Да, сейчас просто поделаем. Держать плечи, сдвоенные мячи, сдвоенные рукавеса. Движение закрученного устава. То есть собранные вместе руки, просто пересеченные. Падение рук на атаку еще в противнике и раскрытие атака дальше. Все время ходящие мерцания. То есть все время удерживание плечи и картинических действий. Атака. Движение в контратаку дальше. Соединение. Соединение рук вместе. Контр-атак в дальнейшем. Элемент, который называется козырек. То же самое элемент традиционный, элемент стеночного боя. Надо сказать, что он мало применим для реального турнира, реального профессионального боя по свободным правилам. Он все-таки в большей степени такой фольклорный этот элемент. Но он традиционный, исторический и очень почитаемый на Руси элемент. В общем, надо сказать, что вообще стеночный бой это особое действие, связанное не только с идеей побить противника самым, скажем, простым, лаконичным способом. Но и создать некое торжественное действие народного обряда. Потому что драка есть некий обряд. Бой есть некий обряд. И особенно он в обрядовой своей структуре отразился, конечно, с иношкой боя. Отсюда в нем такое количество элементов, которые, на первый взгляд, не совсем оптимальны для реального турнирного поединка. И, скажем, в современных условиях. Вот одним из таких элементов является козырек. Козырек выполнялся как элемент защиты головы. То есть движение руки, наносимый удар противника, уводится сверху головы. Как вы видите, изначально козырек строится на движении подсадок. То есть в любом случае мы изначально подсадимся под удар. Но для того, чтобы удар все-таки не попал в голову, для этого создается такой направляющий линии его движений. Удар и выход руки дальше в контратаку. Движение без огня выполняется то же самое из уключения устава. Потому что пробивается уключение устава. Идет пробивание уключения устава и развитие руки дальше.